И всем привет, ребят! С вами Мистер Ваньки, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре одна очень интересная пушка, которая в своё время была очень жёсткой, и эта комбинация разваливала всё, что движется. Сейчас у нас эту пушку апнули, и апнули её дальность, и речь сегодня, конечно же, пойдёт о пушке Жига, и о таком сочетании, и такой комбинации, как Хоряната Жига. Посмотрим, что она покажет из себя сейчас, и получится ли у меня на ней понагибать. Сегодня у меня по планам сыграть как минимум два боя на Хоря Жиге, и протестировать даже сразу два дрона, и бустер, и защитник с этой замечательной комбинацией. Поэтому один бой мы сыграем на одном дроне, второй бой мы сыграем уже на другом дроне. Берём Хоря Жигу. Жигу, как я уже сказал, апнули в её дальности, и я очень сильно надеюсь на то, что у нас получится сейчас показать очень крутой результат. До того, как у нас Жигу нерфили, она была в мете, и она была очень крутой, очень достойной, с зажигательной смесью. А вот что сейчас будет с ней, я вам честно сказать не могу, ведь я на ней ещё ни одного боя не скатал. Сыграю на бустере уже с Хоря Жигой в контроле точек, а вот с защитничком мы давайте сыграем формат регби. Регби у нас относительно давно не было. Ну и смотрим, смотрим что будет получаться, смотрим насколько эта дальность будет решать сейчас с нашей Хоря Жигой. Добавили у нас с 7 метров дальности до 10, по сути вернули ту самую старую Жигу, которая у нас была. Ну и за исключением того, что у нас вернулась старая дальность, с того момента, как её нерфили, у нас единственное, что отсутствовало тогда, это жёсткий критический урон. А так мы имеем старую, добрую, хорошую Жигу. И я очень сильно надеюсь на то, что сейчас она будет очень интересно смотреться в матчмейкинге и сможет полноценно конкурировать с Фризом. Вы знаете, что сейчас Фризу дали такую функцию, что с заморозкой он отключает ДДшку противника, но нужно также понимать, что дальность у Фреза сейчас на 3 вот этих метра меньше. И мне очень сильно кажется, что это будет решать в плюс Жиги и Жигу будет намного больше и интереснее использовать среди вот этих двух продувов. Ладно, всё, давайте я, короче, сконцентрируюсь на игре, не буду я много болтать, а то я в последнее время в таких видосах больше говорю, чем играю. И постараемся уже сыграть на чёткую победочку. Противники начинают одевать резисты от Жиги. Это, конечно, не есть хорошо. Будет тяжелее их уничтожать, но нужно не забывать, что у меня есть овердрайв на харьке, с которым я смогу их очень и очень легко сдуть. Там криты довольно плотные и, ну, я надеюсь, что всё получится. Я надеюсь, что всё получится. Уже и противники здороваются, и союзники здороваются. Напишем так и так, напишем. Так, летим мы 0-2. 0-2 не есть, конечно, круто, когда ты проигрываешь такие катки, но мне нужно сейчас поймать тайминг, где есть большое количество противников. И вот он, вот он момент. Прожимаем овердрайв. Не додуваю одного типа. Дай, 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 дай. Урончик, урончик, урончик. Хорошо, ещё двоих добрал. Не сумел я почему-то того типа слить быстро, так не получилось. Но ещё двоих добрал. Итого 3 кила с Хори Жиги. Это уже в тайминге очень и очень хорошо. 11 килов у нас уже имеется за 3 минуты. Неплохой результат для такой карты. Понятное дело, что Хори Жига будет актуальней на небольших картах. На таких картах, ну, потяжелее, потяжелее определённо. Не сказать, что, конечно, Кунгур супер-супер большой. Но если бы я играл бы, например, на какой-нибудь платошечке или на каком-нибудь сандале-песочнице, я уверен, что там было бы всё намного-намного проще. Здесь всё-таки нужно понимать, что потяжелее, потяжелее уже комбинацию такую реализовывать. Но пока что всё идёт очень хорошо. Против, вот, я вижу Хоря Фреза, который играет с пробитием. У него будет получаться меня где-то в тайминг даже нагибать, наверное. Но мы не сдаёмся. Мы тоже стараемся плотненько накидывать по оппоненту. Ну и раз противник играет с пробитием на Фрезе, давайте я тоже возьму иммунитетик от пробития, чтобы ему тоже жизнь была чуть-чуть потяжелее. И у меня было чуть больше возможности его, например, один в один переиграть. У противника, там, я смотрю, есть купол с правой точки от меня. Но, наверное, пока что мы туда не поедем. Хотелось страйкера забрать, но сводочка срабатывает неплохо в его пользу. 11 минут до конца боя. По очкам вообще всё великолепно. 16 киллов у меня уже имеется. Надеемся на то, что в этой катке мне удастся набрать, ну, хотя бы, наверное, киллов каких? 50, если катка будет без досрочки. Это будет очень и очень хороший результат. Поэтому пробуем, пробуем, пробуем. Надеемся на то, что всё будет работать как часики. Есть у меня овердрайв. Можно поймать какой-нибудь неплохой тайминг. И забрать противничка. Ну, вот, например, сейчас можно было бы забрать этого титана, если б не миночка. Но минка, конечно, работает в его плюсовую. И не получается всё-таки быстренько унести. Ну, ладно, ну, ладно. Так, есть здесь возможность сыграть на точку С. Либо, наверное, забрать вот этого хоря фреза всё-таки лучше. Ну, как-то очень-очень долго он сливается. Страйкер по мне ещё сводится. Прожимаем овердрайв. Быстро сбриваем одного, сбриваем второго. Неплохо, неплохо, неплохо. Ещё и овердрайва сейвим себе 40%. За счёт того, что меня быстро уничтожили. Но при этом я успел сбрить двоих. Да, там вот буквально за 2-3 секунды я сбрил викинга, который прожимал овердрайв. И ещё и так же нанёс дополнительный урончик. То есть вообще супер. Двадцатка киллов. За исключением того, что мы проигрываем катку. Всё пока что получается очень-очень хорошо. То есть если мы за такую дефолтную матчмейкинговую карту сможем в сумме получить где-то около 30 киллов. Да, то есть за 7 минут. То это очень хороший результат. Так, пробуем сразу же отправляться на давление. Нет смысла мне полностью захватывать точку до конца, если у меня есть возможность унести как минимум 2, может даже 3 танка в хорошем моменте для себя. Диктатор прожимает овердрайв. Ну и здесь я, к сожалению, улетаю нарез. Но у меня пятьсотка. Пятьсотка очков. Тысяча, тысяча двести. Если для такой катки у меня удастся набрать, то это будет очень хороший результат. Едем искать противника, я хотел сказать. Но быстро меня здесь шафт рубит. Рубит, 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 рубит. Так, дико отвинтик имеется. Есть хоппер и шафт, который там целится. Мне бы вообще как-то добраться до вражеских респов. Мне кажется, что на респах я бы мог бы очень неплохо покидать. Так, хороший тайминг будет для прожатия овердрайва. Сливаем двоих. Третьего с разворота мы также добиваем. Хорошо. Овердрайв копится довольно быстро на харьке. Ну и за счет него что-то мы здесь реализуем. Так, семиминутка уже заканчивается. Заканчивается она с 26 киллами для меня. И пока что вот эта вот правая зона дает намного больше киллов, чем где-то в левой стороне я катаюсь. Поэтому пробуем накидывать больше. И стараться, наверное, чуть больше отправляться к противнику на респаун. Надеюсь, что хорошо сейчас этот молодой человек не досвелся до конца. Так, ну и вот здесь вот тоже было бы неплохо покидать. Давай, 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 давай. Ай, чуть-чуть. Сейчас бы еще бы двоечку, троечку противничков было, если бы у него было бы вообще просто бомба. Было бы классно. Но не дотянул чуть-чуть, не дотянул чуть-чуть. Так, левый респ. Ну попробуем забрать сейчас левую точку и потом от нее подавить. Тиммейт, я надеюсь, что ее заберет. Так, и страйкер опять сводится в меня, да? Плохо, конечно, когда такая плюшка жесткая от страйкера залетает. Но ничего с этим поделать я уже, к сожалению, не могу. Что есть, то есть. Пробуем накидывать. Так, есть у меня овердрайв. Есть викинг, который едет без расходки. Ну и вот, видите, дальность это уже чувствуется. Чувствуется эта дальность, за счет которой я в моменте, в моменте могу очень-очень неплохо накидать. Но точки все у противника, просто все. И что я могу сделать в этот момент? Ну в этот момент я могу, наверное, попробовать надавить на респ. Пробовать надавить на респ и, ну, постараться уничтожить хотя бы парочку. Если парочку уничтожу, будет неплохо. Овердрайв прожимаю так, чтобы чисто нанести пробитие. Думал, сейчас еще вика страйкера этого успею слить. Но процента я не потерял практически, да? То есть вот такие вот моменты в тайминге не имеют проблем никаких таких сверх, да? Ты просто жмешь овер, даешь какой-то дополнительный урончик и уходишь на респаун, при этом не теряя большого процента своего овердрайва. И ты с нового респа уже быстро добиваешь опять этот овер и опять можешь где-то в тайминг прожать, да? То есть ничего такого страшного в этом нет. По команде, ну, я вообще ничего говорить не буду. Но это просто габельная какая-то у меня. Если я на первом месте, у меня в половину отрыв от моих тиммейтов. Но это уже об очень и очень многом говорит. Но я надеюсь, что сейчас моя команда соберется. И мы попробуем даже камбэкнуть эту катку. Быстро двоих здесь сдуваем. Жига приносит свои плоды. Как говорил дядя Толя. Так, ну и давайте еще вот здесь вот. Давайте вот здесь вот еще доберем вот этого молодого бомбочка. От противника прожимается. Ухожу я от бомбы, которая бы могла мне нанести очень большое количество урона. Но не добил двоих. Двое остались без аптек, но довольно мало хп было, что там у Титана, что было у Викинга. Можно было бы их двоих добить. Терилизовать момент в плюс на 2 килла. Но, к сожалению, не получилось этого сделать. Надеюсь, что сейчас мы эту точку проконтролируем. Заберем одного. Вика Твинс прожимает овердрайв. Его должны быстро рубить. Рубить, рубить. А, без аптечки было. А, как у него еще одна аптека. Я же ему вроде этому Твинсу и сбивал аптеку. Может он другой Твинс? Не знаю. Как-то странно. Ну ладно, мы камбэчную пока что потихо оформляем. Потихо и камбэчная оформляется. Два противника на контроле. Надеюсь, что вот сейчас тиммейты заберут эту точку. Забирайте. Я пока отправлюсь туда. Поддавлю. Надеюсь, Титан Купол не прожмет. Но если даже и прожмет, то это будет хороший Купол. Да, здесь противник пусть стоит. Ничего страшного в этом нету. Пусть они кучкуются побольше даже в этой зоне. А мы будем сейчас стараться давать дополнительный урон. Давай, 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 давай. Пуш, 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 пуш. Пуш, пуш, пуш. Точка, точка захватывается. Охватывается вот это вот замечательное. Так, бэшечку я до конца дотяну. Шафт целится. Наверное, сейчас будет ваншот. Нет, ваншота нету. Хорошо. Так, ну и вот здесь вот нужно сейчас собирать урожайчик. Потихо. Одного сбриваем. Второго сбриваем. Дик от венца. Нет, дик от венца я пока что не буду здесь. Или нет. Ну, давайте, надо сливать, надо сливать. Давай, давай, давай. Братик. Хорошо, уехал. Так, почти тысяченка у меня есть. Еще три с половиной минуты имеется. Так, овердрайв упражнять, наверное, не. Не, рискованно 0 хп, у меня мало хп. Может, услуги овердрайв оборваться. Поэтому не рискуем. Но моменты чувствуются. Вот эти вот дальности. И они плюсовые. Безусловно, плюсовые. Эта жига смотрится реально интереснее. Реально интереснее. Так, пробуем, пробуем, пробуем. Наверное, надо вот этих вот трех пассажиров сливать. Двоих. Давай, давай, давай. Третьего. Хорошо. Еще одного сбрить. Хорошо. Супер. Троих сбриваем. Точку на контроль. Точку на контроль. Надеюсь, что получится забрать. Бомба будет 100% от противника. Лаксерва тоже не совсем приятный. Но слить мы всех сливаем. Хорошо. Вика Тевенса можно тоже чуть-чуть поднакидать ему. Ну, пол хпшки слил уже неплохо. Плюс он поставил неграмотную растяжечку. За счет этого мы можем даже постараться камбэкнуть эту катку. Да, гоу, гоу. Пробуем, пробуем. Надо пробовать камбэкчить. Вика Твенса еще и овердрайв прожимает. У нас под контролем было 4 точки. Но в момент 4 точки превращаются только в 2 захваченные. И в 2 противника в половинке. Ну и надо что-то с этим делать. Я хочу выиграть эту катку. Она очень хорошая может быть для нас. 2 шафта выдает по нулевому урону. Шикарно. Есть тайминг на... Как минимум контроль этой точки. Ну, какой же жесткий сейчас хантер-овер прожимает. Так, это уже 3 точки для противника. 4 улетает в их пользу. Нам надо что-то делать. 46 килов у меня. 46 килов. Давай, 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 давай. Хотя бы эту быстро забираем. Эту забираем, забираем на контрольчике. Держим, держим. Хорошо. Теперь мне надо сливать, наверное, этого века молот и отправляться на бэшечку. На бэшечку. Давай вот это мой сбреем или не сбреем? Надеюсь, что сбреем. Да, хорошо. И теперь бэшечку надо забрать. Бэшечку, 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 бэшечку. Хоть бы кто-то бы помог бы мне ее подсаппортить. Давай, 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 братик. Ну кто-то, кто-то. Хорошо, саппорта дайте. Супер. Забрать, 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 забрать. Хорошо, хорошо. Пошел, пошел захват. Еще. Еще. Надо ешечку под захват. Надо ешечку под захват. Или бэшечку сейчас тоже заберу. Вика страйкер в очередной раз сводится по мне. Становимся под стенку, чтобы не все залетело. Забираем точку. Если противник вдруг запушит меня, я точно должен его сбривать. Но это только одна точка. И у нас все точки уходят под противника захват. 44 на 48. И походу даже все мои усилия и старания не увенчаются успехом. Да. К сожалению, это поражение. За 14 минут я набиваю 49, мать его, киллов. 1200 очков. Очень хороший результат для Хори Жиги. Для такой карты, для такой карты. Ну, это максимально неудачная карта для Хори Жиги. И на такой карте, на Хори Жиги, очень и очень тяжело. Но при этом даже все равно 50-ку, почти 50-ку киллов мы оформляем. 1200 очков. Это достойный, очень-очень достойный результат. Поэтому пробуем сейчас запикаться в регби. В надежде, что сейчас будет какая-то небольшая карта. Небольшая карта. Это очень важный моментик. И надеюсь, что нам повезет. Это кунгур. Ну, какой кунгур? Ну, два кунгура подряд. Ну, что ж за невезение-то такое. Ну, ладно. Уже ничего поделать я с этим не смогу. У противника там пробитие. Я вижу устройство. Есть шафт на лечение. Вроде больше ничего интересного нету. Поэтому мы, наверное, даже устройство на корпус менять не будем. Единственное, что я хотел поменять. Это взять защитника. И сейчас мы его переоденем. Переоденем бустер на защитника. Посмотрим, насколько меня защитник в моменте сможет подсейвить. А вы, например, в комментариях сможете написать уже после вот этой катки, что, по вашему мнению, лучше подходит с хори-жигой. Единственное, сейчас я буду неправильно расходку прожимать в тайминг. Потому что после бустера здесь, ну, немножко непривычно. Что надо сначала жать ДД-шку, а потом ДА-шку только. Ну, ладно. Надеюсь, что привыкну. Ой-ой-ой. Мины-мины растяжечки подлетели. Может, тиммейт доставит? Тиммейт был за мной вроде. Нет? Нет. Тиммейт был за мной, но ничего он не сумеет доставить. Так, подбираем дроповую нитру, отправляемся сразу на обрез оппонентика. И постараемся сейчас быстренько-быстренько доставочку всё-таки первую оформить. У меня уже совсем скоро будет овердрайв. Да, я понял. Галина 57, она такая, Галина прям конкретная. Пропустить не пропускает меня. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Надо сдувать, надо сдувать. А сейчас я был бы первый на подборе бы этого меча, если бы сумел бы быстрее диктатора проехать. Скорее всего, это была бы доставка, мне так кажется. Ну, в таком моменте это больше выглядело на то, что я сумею доставить. Но! Помешали, не сумел. Делаем ещё один заходик. И сейчас у меня, кстати, есть неплохой шанс. Есть неплохой шанс. Противников, правда, много. Но шансы всё равно есть. Мяч, правда, сбрасывается. Но сейчас шансов уже нету ещё и лаксерва. Лаксерва. Так, ну что, пока что тяжело. Но, пока что очень тяжело. И моя хорюжига не даёт никакого урожая. Вообще никакого. И я уже начинаю даже задумываться о том, чтобы я ехал не за мечом, а ехал просто на давление респа. И старался накидывать урон противнику. А наши тиммейты, например, уже бы доставляли. Пытались хотя бы, по крайней мере. Но хотя у меня сейчас будет овер. С овером есть шансы хорошие доставить. Сейчас посмотрим, получится что-то реализовать. Мяч снизу, под стенкой. Овердрайв у меня уже имеется. Грамотнее, наверное, было произыграть сейчас лево. Делаем заходик через левую зону. И, если что, я в тайминг сразу жму овер. Здесь есть мины в большом количестве. Овердрайв, наверное, рисково здесь прожимать, потому что у меня уже хп не остаётся. Ну и нужно делать ещё один заход. Да, хоть я и думал, что в этом заходе я уже прожму овер. Но там, скорее всего, скорее всего, я бы не сумел бы доставить. Хоть даже и тот титан на минка на кеде был. Да, всё равно. Там довольно тяжёлая ситуация была. Нужно быстро сбривать Вика Молота. Надеюсь, что это получится. Но в очередной раз я теряю аптеку. В очередной раз мне нужно тратить очень много ПП, дабы просто забрать мяч у противника. И теперь я уже не знаю. Шансов на доставку практически нет никаких. Ну а сейчас их вообще нет никаких. Тяжёлая каточка. Тяжёлая, тяжёлая, очень тяжёлая катка. Я пока что не знаю, как здесь доставлять. Не знаю, как здесь доставлять. Но сейчас что-то будем придумывать. Что-то будем придумывать. Сейчас уже у паладинов должны пойти овердрайвы. Очередной лаг. Очередной пролаг. И Вика Молот прожимает овердрайв. И я на него неудачно напарываюсь. Вот я сейчас просто в голове своей держу. Что было бы, если была бы маленькая карта? Мне кажется, на маленькой карте я бы сейчас уже бы хорошечно мог бы реализовать. Так, паладин прожимает овердрайв. У нас есть шанс на доставку. У нас есть шанс на доставку, но мне надо ехать вместе с паладином. У меня был сейв. У меня был сейв. Мне хп давало. Так, прожимают. Все овердрайвы уже вжимаются. И я добавляю ещё сверху свой овердрайв. Паладин красавчик. Безумный красавец. Очень грамотно сейчас сыграл. И за счёт него мы первую доставочку оформляем. 1-0. 1-0. Так, и мяч падает слева. Паладина больше овердрайва нет. У меня тоже овердрайв нет. Но шансы под Изидой точно будут на доставку. Изида меня сейчас подсейвит. Изида, конечно, подсейвит, но она не сейвит. Так, мин очень много. Видите, все мины. Вот это вот Титана Тесла. Титана Тесла ставят только в подъём. А если я, например, зайду сейчас с моста, солью её и солью все эти мины, это будет жёстко. Правильно? Пробуем. Пробуем. Сейчас попробуем. Попробуем забреть его. Так, ну тут ещё рельса какая-то опасная. Рельса. Ну тут уже все, короче. Я понял. Хорошо. Ты Тесла ещё попробуй доедь. Сразу 3-4 типа врываются, начинают накидывать тебе в бочину. Ну и в моменте становится очень тяжело. Ну тогда мы что? Что мы можем сделать? Мы можем подождать овердрайва Паладина. Да, и в очередной раз вместе с ним зайти. Либо под Викой Изидой. А Викой Изидой с чем? Две Изиды у меня. Ну там мин очень много. С этой стороны очень много мин. И я как бы не хотел доставлять. Там очень и очень много мин в подъёме. И как мне заезжать? Я ХЗ, Чувик от Винс прожимает овердрайв. Ну это габельное. Надо через мост везти. Надо везти через мост. И в очередной заход делать такой же самый, как мы сделали с первой доставкой. И тогда может быть всё получится. По идее сейчас у Паладина уже должен быть овердрайв. У меня уже 74%. И нужно сейчас подобрать мяч. Поехать на центрик. Галина подбирает зачем ты мяч. И зачем ты Галина подбираешь? Его объясни мне только пожалуйста. О боже, что делают эти тиммейты. Ой, как тяжело играть, когда тебе в спину начинает толкать тиммейт на бомбу просто. Просто на бомбу. Ну не даёт мне шанса даже ни развернуться, ни как-то отъехать, ни что-то сделать. Ну нет вообще у меня шанса. Нет манёвра у меня никакого. Ещё есть викорельцы у противников, которые плотный урон мне накидывают. По мосту, конечно, в такой ситуации проехать практически нереально. Противник везёт мяч направо. Может быть сейчас я получ... Получится. Может быть сейчас получится. О, так, паладин под овером. Тоже интересно. Это уже хороший шанс на доставку. Единственное, мне надо... А, понял. Эка-молот прожимает овердрайв. Эка-молот прожимает овердрайв. Накидочку урона хоть и оформляет не такую жёсткую, но всё равно это больно. Так, сливаем одного. Сливаем. Давай-давай-давай-давай-давай. Хорошо, сливаем ещё одного. Так, и теперь мне надо... Теперь мне надо как-то заезжать. Как мне тут заехать? Ептить, колотить, сколько урона. Ужас. На паладин свой овер... Паладин свой овер заюзал, да? Больше паладинов у нас нету, походу, в команде. Без паладина овердрайва, конечно, такие доставки уже реализовать очень и очень сложно. Ещё и когда там страйкеры всякие сводятся. Так, ну ладно, есть тайминг на прожатие овердрайва. Я жму хотя бы, чтобы просто килов дать. Каких-то. Три кила я дал, а может и доставку. Ух, ничего себе успел! Супер, вы видели, как там не настояли? Блин, вот так жёстко было. Это было по красоте, это было чётко. Это было очень даже неплохо. Так. Падает мяч. Падает мяч. Так. Ну что я могу сделать? Могу подобрать овер. Добрать овердрайв. Ну там слева прям должно быть очень много мин. Не знаю. Оп. Одна. Вторая. Объехал. Офигеть! Сколько я объехал мин! Жёстко. Овердрайв жмём. Сразу. Овердрайв хоть чуть-чуть урончику добавить. Три доставки! Супер! 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 Там так мины стоят, что получается на харькеях можно объехать. Мне что-то казалось, что там надо подрывать всё подряд. И объехать не получится. Вот видите, уже две доставки просто на объезде мин сработало. Шикарно! Шикарно, что я могу сказать. Шикарно! Так. Ореса сливаем. Викинга молота. Хорошо. Добиваем. Так. Ну, может быть, ещё разочек. Опа! Все мины слетели. Шафт прицелится только. Шафт целится. Ай-яй-яй. Ещё и бомбочка. Хорошо! Сюда доставочку! Четвёртую! Супер! Пусть с доставками попёрла. Попёрла, попёрла, попёрля. Попёрли, попёрли доставочки. Так. Ну, три доставки подряд. Это уже серьёзно. Серьёзно. 1-0 смотрелось некрасиво, неинтересно. А вот, 4-0 это уже что-то... Что-то контентовое. Что-то контентовое. Титанчик без обид, братик. Но мне надо мяч. Мне надо мяч, братик. Без обид. Без обид. У меня шансов на доставку, как по мне, намного больше, чем у тебя. Поэтому я пробую доставлять. Чё с корпусом? Боже, что с моим корпусом? Почему его так кукурузит? Офигеть. Так, вот этого мы сразу сольём. А то вдруг он, хоть и стоит АФК, но со сводочкой там сейчас. Как суетнёт мне чё-нибудь по голове. И всё, и Габелла будет так. Блин, не успел. Титана надо было сливать. Титана надо было сливать. Но это уже пятая доставка. Противник поплыл. Откровенно. Поплыл. И ничего делать особо не может. Мы что можем сделать? Мы можем подобрать мяч. Ну и попробую сейчас через право. Разыграть доставку. У рельсы есть овердрайв. Ну и там довольно много урона мне вкидывают. За 20 респов! За 20 респов я дал всего лишь 22 кила. И это ещё один факт того, что всё-таки на таких картах не всё так просто на комбинации, на которые нужно ехать в упор к противнику. Если противник играет аккуратно, играет от подсейва, всё-таки тяжеловато. Тяжеловато. Но у нас есть шанс на доставку. И будет ли реализован этот шанс? Вот в чём вопрос. Мяч скидывается в далёшку и я каким-то образом отправляюсь в минус. Не знаю, как это произошло и что там. Кто накинул какого урона. Но вот так вот бывает. Вот так вот бывает. Хотя это должна была быть полноценная доставочка. Доставочка. И это было бы уже 6-0. Там бы уже один момент и всё. И всё. И добрый вечер, молодые люди. Мы выигрывали бы катку. Так, ну ладно. Есть штаймент на мосту. Проехать сейчас по Шурику. А, и кому он с овердрайвом? Я понял. Я понял. Вопросов не имею. Вопросов не имею. Ну, главное противнику хоть доставку не дать. Правильно? Главное противнику доставочку не дать. Здесь я думаю, что дрон особо ничего не решает. Да, то есть если там вы скажете, что киллов меньше, потому что у меня там вместо бустера защитник нет. Здесь явно, может быть, даже защитник мне даёт больше возможностей на тех двух доставках, которые я сделал. Поэтому точно здесь проблема не в дроне, в том, что я не могу доставить, а в том, что, ну, просто противник в моменте где-то контрит, где-то наваливает жёстко. И вот этот Викатвинс со стабилизированной плазмой и с этой силой удара, ну, очень-очень много проблем доставляет мне. Но у меня сейчас есть овердрайв и есть счёт 6-0. А это значит что? Это значит то, что мы прямо сейчас могли бы закончить карту. Ну, если б не мой тиммейт, который отправил меня в минус в очередной раз. Тиммейты решают очень многое. Ну, прям очень многое. Вот сейчас то, что противник скинул мяч, это тоже хорошо. Это хорошо. Так. На подборчике сыграть надо. На подборчике. Через вверх доставлять, кстати, проще как-то. Через вверх как-то довольно просто получается. Четыре тиммейта за ним тиммейтом гонятся. Который с мячом. Ну, и надо чё-то и доставлять. Как там? Давай, паладин. Показывай, как надо, паладин. Если чё, подстрахую, братик. Ты меня подстраховал, теперь моя очередь подстраховывать. Ужимаю овер для тебя, братик. Если что. Если что. Блин, хотел сказать, если что, доставлю. Но меня кто-то забрил. А, Тесла сбрила, я понял. Чё там залетело такое плотное? Не понял я немножко. Вроде как, хп было много ещё. А потом, хоп, цик, и всё, я умер. Хоп, цик, и убила. Рановато. Так, попробуем сейчас Вика молота быстро уничтожить. У меня ещё страйкер сводится. Восьмиступеночка. Успел уехать от неё. Ну, там очень было бы больно, если бы залетела бы эта плюха. Так, ладно. Вика Твинс. Бежим от него. Пекаем к городу. Ну, и мяч просто вперёд накидываю. Может, тиммейт какой-то подъедет. Нет, никого тиммейта нету. 26 килов в регби на хоре Жиге. Ну, что я вам могу сказать? Немного, немного. Не сказать, что жёстко. Не сказать, что жёстко. Но сама пушка. Сама пушка мне с такой дальностью уже намного больше нравится. И на ней намного приятнее играть. Вот честно вам скажу, намного приятнее. Вот намного приятнее. С той Жигой, которая была до этого, которой ты мог наносить урон, ну, вот прям в максимальной, в максимальном сближении, это где-то решало, и ты не мог дать того, что можно дать сейчас. Да, как бы это банально не звучало, но оно так и есть. Да, и эта Жига смотрится интересно. Я почти 5000 зарабатываю в скатке без повышенных фондов. Это тоже очень хороший результат. И я считаю, я считаю, что сейчас, хоть и Фриз находится в жёсткой мете, в жёсткой мете, и имеет очень большое преимущество над Жигой, Эта комбинация всё равно смотрится интересно, и те ребята, которые являются любителями Жиги, и после её нерфа на ней не играли, можете задуматься и потестировать. На маленьких картах, на маленьких картах, я уверен на 100%, что эта комбинация будет очень и очень жёстко разваливать. Очень жёстко. Как-то так, друзья. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.